Кирилл Кончелли — это особая глава, не только творческая, в моей жизни. А свела меня с ним тоже политика, партия и правительство в репортажных вопросах. Я готовил студенческий оркестр Киевской консерватории к конкурсу, республиканскому конкурсу студенческих оркестров. И в программе должна была быть обязательно пьеса советского автора. Я просмотрел, что бы это могло быть, и в одном сборнике пьесы советских композиторов я нашел пьесу незнакомого мне Кончелли Ларго для Струн. Мне сказали номер, где он живет, я набрал этот номер, представился и сказал, что мы учим его пьесу Ларго, не будет ли он добр, не найдет ли он возможным посетить нашу репетицию, чтобы мы сыграем, а вы нам что-то посоветуйте. Хорошо. Он пришел и не сам, а привел с собой целую команду актеров театра. Они усилились сзади в портере, в последнем ряду портера. Мы сыграли Ларго. Мы сыграли, я повернулся в зал, и он пошел в мед. Он поднялся на сцену и сказал следующее, хорошо вы играете, но надо играть медленнее. Мы начали еще раз, он тут же стоял, мы начали совсем медленно, просто очень медленно, крайне медленно, скажу так. Я спрашиваю, так, он говорит, надо еще медленнее. Мы еще раз начали, мои руки вообще просто зависали в воздухе, я не знал, куда их девать. Так, он говорит, нет. Надо, понимаете, надо так, чтобы вообще ничто никуда не двигалось. Я сделал вид, что понял, но я не понял, как это, музыка это же процесс. Тогда мне трудно было понять, что он разработал свои принципы движения. Это когда двигаются не мелкие части материи, а движение как относительное сопоставление появления действительной материи разных огромных сфер. Так бывает, вот, когда смотришь в небо, в облачное небо, висят облака, и как будто никуда не движутся. Потом через 10 минут посмотришь, а они все уже в другой части небосвода. Вот такое-то движение каких-то огромных масс, процесс этого перемещения не заметен. Да, мы с ним связаны тоже по-человечески очень крепко.